Здравствуйте, в эфире рубрика интервью. Я Марина Конодакова и сегодня у нас в студии руководитель государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Хакасии Дмитрий Левченко. Здравствуйте, Дмитрий Александрович. Итак, госохрана инспекция вышла с инициативой наделить региональной власти полномочиями вводить запрет на передвижение транспорта по территории объектов культурного наследия. Но такая мера довольно кардинальная. Все-таки чем это продиктовано? Да, действительно, такие меры на сегодняшний день у нас в Хакасии приняты. А продиктовано это тем, что федеральное законодательство наше, это федеральный закон о объектах культурного наследия Российской Федерации предусматривает возможность введения либо ограничения, либо запрета проезда по территории объекта культурного наследия, либо в зонах охраны объектов культурного наследия при наличии угрозы повреждения объекта, либо его разрушения. Но в связи с тем, что порядок реализации данных мер федеральный закон не предусматривает, данный порядок должен быть предусмотрен региональным законодательством. В связи с чем мы вышли с данной инициативой, чтобы ввести в наш закон Республики Хакайси в объектах культурного наследия данные нормы, чтобы в последующем иметь возможность применять ее на практике. У вас есть уже какое-то представление, каким будет этот порядок? Как это может притвориться в жизни? Порядок, естественно, сам предусмотрен также законодательством, то есть нашим региональным законодательством. В любом случае, при наличии информации об угрозе разрушения, либо повреждения объекта культурного наследия, уполномоченный орган охраны, в данном случае это госохрана инспекция, выезжает на место, проводит осмотр объекта культурного наследия, составляется акт в рамках контрольно-надзорных мероприятий. На основании этого акта уже принимается решение, есть угроза разрушения, повреждения, либо ее нет. Если такая угроза действительно существует, то мы выходим с соответствующим представлением, либо на правительство Республики Хакайси, либо в орган местного самоуправления. Это в зависимости от объекта культурного наследия, либо это регионального. То есть это все-таки исполнительная власть, да, вводит эти запреты? Да, конечно. По вашей рекомендации? Да, то есть мы готовим соответствующую рекомендацию. После принимается соответствующий нормативный акт об ограничении, либо запрещении именно проезда по территории объекта культурного наследия. В последующем на нас, скажем так, возлагается обязанность информировать граждан, юридических лиц, то есть неопределенный круг лиц о том, что введена такая мера, и на конкретный объект культурного наследия, скажем так, наложено ограничение по проезду, ну, либо запрещен проезд в целом. А насколько может быть введен такой запрет? Он какой-то тотальный или временный будет? Что касается сроков введения запрета, опять же, данное, скажем так, решение принимаем мы, как орган охраны, в зависимости от ситуации, которая на данном объекте. Либо это может быть временно, если, да, какие-то временные работы, связанные с объектом, ну, либо если объект уже в стадии разрушения, и действительно угроза в случае дальнейшего проезда по данной территории, она влечет, ну, скажем так, в дальнейший ущерб разрушения объекта, то, в принципе, можем прекратить, запретить проезд на неопределенное время. То есть это все зависит от ситуации на объекте культурного наследия. Ну, я думаю, что действительно это важно для сохранения многих объектов культурного наследия. А для наших телезрителей давайте поясним, что, конечно, прежде всего речь идет о памятниках археологии, да, которыми славится наш регион. А как вы думаете, как население к этому отнесется? И те же туристы, которые любят посещать эти места? Ну, начнем с того, что Хакасия у нас, как вы правильно сказали, славится объектами археологии. 99% у нас объектов – это все-таки археология, и основные наши меры и усилия, направленные на сохранение, все-таки это как раз, конечно же, объекты археологии, связанные с объектами археологии. Думаю, что данные меры, именно с точки зрения сохранения и охраны объектов культурного наследия, ну, должны вызвать только положительные, скажем так, эмоции, что для граждан, ну, соответственно, для сохранения объекта. Потому как в любом случае, ну, для примера, да, понятно, что объекты археологии бывают разные, но в данном случае мы можем вести речь, например, об объектах культурного наследия поселенческого типа, да, то есть есть культурный слой определенный, есть предметы археологии, которые располагаются в земле, есть объекты культурного наследия, археологии, опять же, погребального типа, да, то есть мы все знаем курганы, могильники. Вот. Понятно, что все это непосредственно связано с землей, и для дальнейшего сохранения этих объектов, да, конечно же, запрещение проезда, либо ограничение проезда, но это, я думаю, только, как сказать, ну, благоприятные последствия для объекта. Все, что не связано с его разрушением, конструкцией, воздействием на какие-то предметы, которые находятся в земле, оно все это благоприятно скажется, я думаю. Я думаю, здесь самое сложное, это все-таки как раз обеспечить охрану памятника, да, и обеспечить как раз соблюдение, вот, решения властей по ограничениям или передвижению транспорта вообще, потому что, ну, это довольно сложно будет, как там какой-то будет пост стоять, да, и не пускать транспорт. Процесс реализации, да, в данном случае, конечно, достаточно сложный, и, к сожалению, посты поставить либо охранника, либо сторожа мы не имеем такой возможности, и законодательством такого у нас на сегодняшний день не предусмотрено. Здесь, конечно, все зависит, в первую очередь, от граждан, от их отношения к данным объектам. Соответственно, что зависит от инспекции, как я ранее уже сказал, это максимально возможное информирование граждан о том, что необходимо соблюдать требования законодательства. Ну, а дальше уже все это остается на совести тех, кто будет посещать данные объекты культурного наследия. Насколько я знаю, что, когда вы вносили эту инициативу в наш законодательный орган, то депутаты как раз еще указывали на то, что при введении такой нормы могут пострадать или быть задеты интересы хозяйствующих субъектов, потому что у нас все-таки есть промышленность, есть какие-то другие объекты. Вот как здесь будут учтены их интересы? Могут ли они вообще пострадать? Ну, на сегодняшний день я пока не вижу каких-то существенных предпосылок о том, что чьи-то интересы могут пострадать в данном случае, поскольку, ну, касаемо объектов, которые расположены в населенных пунктах, в городах, ну, пока такой проблемы, по крайней мере, у нас нет. Те объекты, которые находятся на определенном расстоянии, вот, скажем так, тех же наших городов-поселений, в полях, да, например, как бы у них пока, в принципе, для них такая угроза пока отсутствует. Что касается зон, о чем вы говорите, именно хозяйственного освоения на сегодняшний день, да, где у нас идет такое более-менее активное хозяйственное освоение, то те объекты, которые выявляются на данных территориях, а, как мы знаем, прежде чем приступить к каким-то работам, обязательно проводится разведка. То есть проводится государственная история, культурная экспертиза, выявляются объекты, они ставятся на охрану. И после того, как эти объекты выявляются, лицо, которое намеревается в дальнейшем вести хозяйственную деятельность на данном земельном участке, обязано разработать проект по сохранению данных объектов. То есть обращаются, опять же, к соответствующим специалистам, разрабатывается проект, и в этом проекте уже предусматриваются все меры, которые необходимо предусмотреть для сохранения данных объектов. То есть те же, скажем так, запрет проезда, либо ограничение проезда в этих проектах также учитываются. И, соответственно, в дальнейшем, кто работает на этом земельном участке, он уже понимает и знает, где он может провести хозяйственную деятельность, где он не имеет права этого делать. То есть, в принципе, информация есть, и организация изначально понимает, уже есть понимание, что можно делать, что нельзя. Поэтому каких-то ущемлений, ограничений, я думаю, в данном случае, в принципе, быть не может. То есть, пока бизнес у нас не говорил о том, что мы здесь этого не можем сделать, дайте нам разрешение все-таки снести этот памятник, проехать по его территории. Ну, в плане возможности снести памятник у нас таких разговоров пока не ведется. Опять же, есть порядок в случае, если хозяйственному освоению какой-то объект археологии, ну, скажем так, какой-то части препятствует, не имеется возможности провести хозяйственные работы, ну, не причиняя ущерба этому объекту. Законодательством предусмотрен четкий порядок. Если нет возможности сохранить объект в его первоначальном виде, можно провести спасательные археологические работы в виде раскопок, что также в Хакасии у нас весьма часто практикуется. То есть, также привлекаются специалисты, проводятся раскопки. Все, что в данном объекте культурного наследия представляет интерес для науки, истории, культуры, изымается для дальнейшего, скажем так, использования в работе, возможно, музейной и так далее. А в последующем сам памятник получается исследован, земельный участок свободен от объекта, и, в принципе, хозяйство с субъектами – это возможность приступить к его использованию. То есть, в принципе, законом возможность такая предусмотрена. Нет необходимости что-то ломать, рушить. Есть законный способ решить данный вопрос. Ну, собственно, эти охранные раскопки мы видели в 2020 году. Совершенно верно. Это при строительстве будущей железной дороги, при освоении угольных разрезов. Скажите нам, не могу вас не отпустить без такого вопроса, планы какие на 2021 год? Будет он насыщенным или он ожидается спокойным в плане археологических исследований? Ну, пока я четко не могу сказать, насколько будет он насыщенным. Мы предполагаем, что работы в Хакасии проводиться будут, поскольку в 2020 году был, скажем так, был ряд работ, которые, в принципе, требуют своего продолжения. И мы предполагаем, что в 2021 году эти работы продолжатся. В каком объеме, пока сказать сложно, поскольку все-таки информация пока к нам еще не поступает. Вот хозяйственных субъектов, то есть археологи, пока еще открытые листы получать не начали. Как только начнется более-менее, скажем так, время подходить к началу полевого сезона, специалисты начнут получать соответствующее разрешение, нас об этом уведомлять, и мы тогда уже будем понимать, какой объем работы у нас, в принципе, в 2021 году планируется. Что касается работы инспекции, в принципе, у нас есть свой план. Мы продолжаем заниматься выявлением объектов культурного наследия, мониторингом, уточнением сведений в наших объектах культурного наследия. Ну, соответственно, все у нас по нашему плану идет. Ну, 2020 год, конечно, был необычный. Из-за пандемии у вас не было никаких проверок. Но в этом году вы как? С удвоенной энергией приметесь выискивать нарушителей, кто у нас не ценит культурное наследие? Да, действительно, в 2020 году в силу требований законодательства были ограничены в проведении проверок. Ну, а 2021 год мы, конечно, приступим к исполнению уже своих обязанностей. Но здесь все будет зависеть от самих хозяйских субъектов, как они будут относиться к нашему законодательству, насколько они его будут соблюдать. Если кто-то, скажем так, решит его нарушить, соответственно, мы будем принимать меры. Спасибо. Я желаю удачи в вашей работе и надеюсь на следующую встречу, когда мы можем поговорить о каких-то уже результатах интересных раскопок. Спасибо. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok